2 октября время подвести итоги работы к казачеству летом. В этом сезоне помощь казаков оказалась более чем востребованной. Отдыхающих было много во всех районах Сочи и всегда они могли обратиться за помощью к человеку в форме. Казаки патрулировали морские набережные. Ситуации, где требовалось их вмешательства, было на самом деле достаточно. Были случаи, когда просили помочь директора кафе, ресторанов, которые люди приходили, пили, ели и так далее, деньги не платили. Мы просто культурно переговорили и все, стало на свои места. Ну и другие дети терялись, очень много мы находили, родителям отдавали и так далее. Документы находили. К нам обращались постоянно, поэтому мы почувствовали, что мы здесь необходимы. В Сочи проживает 1877 казаков, которые числятся в реестре и считаются потомственными. О том, что они казаки, их учат с детства. История казачества начинается с 15-го столетия. Казаки всегда отличались особым мировосприятием и религиозностью. Ученые до сих пор спорят, является ли это этническая прослойка славянского народа отдельной нацией. А современные казаки или современное казачье общество – это участие в общественной жизни города. 238 сочинских казаков, задействованного в охране госграницы 51, сотрудничают с органами внутренних дел. Казаки помогали сотрудникам ГИБДД в формировании пешеходных потоков в ПИУ, когда в Сочи наблюдается массовый наплыв отдыхающих и транспортных средств. Вот за такую работу был награжден сегодня самый молодой казак, 18-летний, бланший урядник из ЛАО Андрей Полуэктов. Он закончил кадетский корпус в Приморско-Ахтарском районе и свое будущее связывает с военной службой. Я помогал сотрудникам ГИБДД регулировать движение пешеходов на пешеходных переходах ЛАО, чтобы не образовывались пробки большие, чтобы обеспечивать безопасность для перехода отдыхающих. В этом году активность сочинских казаков отмечают и в крае. В год 225-летия высадки казаков на Таманский полуостров и в год 80-летия Краснодарского края сочинские казаки показали лучшие результаты на учениях. Недавно прошли военно-полевые сборы на полигоне Раевском, это 7-я десантно-штурмовая дивизия «Горная», где присутствовали два полка, догонки и черноморские. В черноморский полк ходят сочинцы. Они стали первыми, а дивизион Сочи занял первое место по выполнению стрельб и несению службы, выполнению задач боевой подготовки. Многие казаки были сегодня награждены грамотами главы города, ценами, подарками, а самой важной наградой считается знак признания и почет сочинцев. Глава города отметил важность деятельности казаков в городе, которая принимает 6,5 миллионов отдыхающих в год. Впереди много значимых спортивных и культурных событий, ближайший всемирный фестиваль молодежи и студентов. И без помощи казачьих дружин курорту не обойтись. И гости города, и, конечно, жители города оценивают весомый вклад казачества именно в охране общественного порядка. Я тоже, как глава города, искренне благодарю вас за усердие, проявленное при выполнении вами добровольно принятых на себя обязательств по охране общественного порядка и обеспечению безопасности жителей и гостей нашего курорта. А все начинается с детства. Самых маленьких казачат воспитывают в Косте в детском саду номер 83. Сегодня они выступали наравне со взрослыми коллективами и не смущались. Их педагогов и педагогов класса казачьей направленности тоже сегодня наградили на сцене органного зала. А завершилась встреча концертом сочинского ансамбля «Люба». Елена Авсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.